Как объяснить В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим КОНЕЦ Разрешите? Ну и много их там? Колонок километра три Может больше Не знаю, мы уже над самой землей были Под прожектора попали Ну что сказать Молодцы, отлично поработали Служу Советскому Союзу Идите отдыхайте Есть Да, кстати, тут из шестнадцатой стрелковой Звонили, спрашивают Что за ведьма летала над окопами И орала Не в курсе? Я Просили объявить благодарность Мужики в ночную атаку поднялись Копцева взяли Так я это, могу еще Полетать, поорать Над всем фронтом Если на пользу будет Идите уже, отдыхайте Идите Есть Жень, я сейчас Ага Кабар, кабар Я Роща Кабар, я Роща Посадку разрешают Бордо следом Да, тяжело там нашим-то Как будто ты там была Ой, смотри, смотри Мой-то Черне и туча сидит Ой, завидую я тебе, Люся Житали сейчас Какой-то война Ну, как тебе отношать-то Мне письмо пришло Из консерватории Мол, помнят, ждут Мол, кончится война Посмотрели бы они на меня сейчас Что, что, больно опять, да? Ничего, ничего, сейчас отпустят Ну, что, не отпустила? Нет Так Давай, потихоньку Давай Хватайся Так Потихоньку Потихоньку Пошли Осторожно Держу Давай, моя хорошая Тихо Ага Еще Идем Вроде есть Ну, все как по учебнику Беги за Николаевичем, будем отправлять Ага Доктор, а куда ее? Ну, не на свадьбу же, в госпиталь Бегом 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 Четыре машины получили серьезные повреждения Два тяжелых, одно легкое ранение Из небоевых Потеря Это Хорошо Входите Товарищ гвардия подполковник, группа с боевого задания прибыла Докладывай Лейтенант Шугаев не выполнил приказ выйти из боя Не мог товарищ подполковник Немец в лобовую шел Шугаев сам навязал противнику бой Тем самым подставив под удар себя машину всю группу своим примедлением Но мессер-то избил Так, свободны все Кроме Шугаева Есть Есть Опять в лобовую? Со смертью играешь? Произопас Бегу Сами знаете, у нас на вес золота Я твое чувство понимаю Федом его потерял Думаешь, если сам вслед за ним лучше будет Не понимаю, о чем вы, товарищ подполковник Я честно выполняю свой долг перед Родиной Была ситуация Я принял решение Я оказался прав Ты кого пытаешься обмануть лейтенант? Я не собираюсь тебе ничего запрещать Своя башка есть на плечах Сам поймешь Это на гражданке проходит И то не всегда А здесь твое пижонство Иначе от нее назовешь И выглядит глупо И не трогать никого Так что держи свою грусть при себе Береги лицо, понял? Свободен Есть В начале войны был у меня один летчик Дегтярь Так вот пошла у него такая полоса в жизни Лупил он немца одного за другим Я через день звезды рисовал И? Да ничего После шестой Сбили Рисуй, не извлекайся Ага Свободен Долбит Рисунь 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что так и будешь фасон держать? Это называется субординация. Это глупо, Лида. Он просто первый боится подойти к тебе. Вот и не время сейчас для отношений. А когда будет время? Жень, спи. Сама спи. Жень, что? Ты спишь? Нет. Ну так спи. Это я хоть бы хны вообще спит. Мертвым сном. Здравствуйте. Здравствуй, Михал. Здравствуйте. Господи. О, черт. А у нас сегодня ужас какой-то. Ларису в госпиталь отвезли на операцию. Надорвалась. Мы только твой самолет зарядили, а она прямо на глазах у меня свалилась. Ужас. Да, мне говорили. Бедная. Куда она теперь? Да куда-куда. В тыл удел полно. Я картофелиную запеканку сварганила. Будешь? Не. В усталках собака. Спать. Иди ко мне. Я прибраться хотела. Нас завтра на ночные полеты переводят. Последний тихий вечерок. Нельзя солдата расстраивать перед боем. Я, да я, я понял. Да, да понял я. Да не. Волков! Самсуннов, что со связью? Я. Дежурное звено на вылет. Срочно. Квадрат шесть. Есть. Бегом. Сейчас, сейчас. Майор разведки с сопровождения на трех мессеров нарвались. Сейчас. Сейчас кружат над рекой. В районе Вешенской. Понятно. Ну, что тут? Есть врач. Алло! Слышно меня? Внимание! Говорит башня. Дежурное звено на вылет. Дежурное звено на вылет. Поградовать следователь задача. Обеспечить прикрытие авиагруппы разведотдела в районе Вешенской. Повторяю задачу. Обеспечить прикрытие авиагруппы в районе Вешенской. Дежурное звено на вылет. Байкал, организм! Худеет! Белога, за мной! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отступаем. Этот Иван настойчив. Пожарную машину на взлетку! А? Здорово ты его! Ближе давай! Давай быстрее! Слушай, слушай! Давай, таси, таси рукам! Давай, давай. Майор Щеглов, прибыл для уточнения добытых с вами разлетанных. Обрался, можно сказать, чудом. Андрей Васильевич устроит вас отдохнуть, прийти в себя, а механики займутся самолетом. Какое там отдохнуть? С летчиками вашим переговорю и назад. Место только организуйте, чтоб побеседовать можно было с ними. Хорошо все устроим. Идемте. Хорошо тут у вас. Пока летел, но любоваться не мог. Так, речушка за речушкой, лесок за леском, а воздух… Кстати, упустил из виду, когда станица Вершинская немцам перешла. Каким немцам? Наша станица. Оттуда в вашем бою сообщили. Надо же наш, а немец как у себя дома хозяйничает. Товарищ гвардии подполковник, ваше приказание по сопровождению выполнено. Хорошо, свободно. Есть. А это со змеей? Твой старый знакомый? Да, кружили как-то раз. Так. Дуэлян, значит. Ничего. А что, немцы это любят. Вон в Испанию, помню, записки сбрасывали. Выходите в воздух на поединок. А там на взлете, наверное, били? Да нет, зачем. Ждали, пока поднимешься. Среди немцев есть тоже честные люди. Немцы не люди. Ну, как знаешь. Я про то, что если твоего змея раньше не собьют, ты с ним еще встретишься. А ты многого так прица сбил на поединках? Одного. Одного. Немного. Леографа Туэлянда. Но зато какой бой был. Какой? Умный. Может, легче как-нибудь прочитать с поведением уных поединков? Не понимаю твоего. Туэлянда. Туэлянда. Все, хорошо. Значит, вы вот пишете. Колонна вражеской техники длиной минимум три километра. Почему минимум три? Потому что от три километра видно было. Сюда подойдите. Скажите, отсюда, вон до того дерева, какое расстояние? Метров восемьсот. А я вот уверен, что тысяча пятьсот. Тем не менее, вы пишете три. Друзья, присаживайтесь. Какие у вас были ориентиры? Как вы измеряли длину колонны? Какие-нибудь приметы местности, ландшафта? Какие приметы? Ночь уже. А три километра – это сколько танков в походном порядке? Значит, с длиной колонны разобрались. Теперь вражеская техника. Какая конкретно техника? Автомобили. Бронемашины. Орудийные тягачи. Танки, самоходки. Фары были очень широко расставлены. Значит, это что? Значит, это танки. То есть, саму технику вы не видели? Мы же все написали. Шла колонна. Факт. Что мы там рассмотреть могли? У нас было несколько секунд, пока зенитки огонь не открыли. Так может, это трактора до комбайна? Да что вы такое говорите? Кто пассивные комбайны будет зенитками прикрывать? А что? Рабочая техника – ценный ресурс. Может, вам самому слетать, а? Лучше нас, может, рассмотрите. Говорят, у штабных особое зрение. Девушки. Летчики. Милые мои. Мы вам не милые, товарищ майор. Вы хоть представляете себе значение ваших слов? На основании вот этого рапорта должны перемещаться огромные силы по всему нашему фронту. Если вы ошиблись, это будет стоить жизни тысячам людей. Так что будьте любезны, товарищи офицеры. Без эмоций и с фактами. Присаживайтесь. Товарищи офицеры. Маслов, Сарай, Бес, Вадивасов. Сопроводите майора до Глинича. Там его другая группа встретит. Есть. Есть. Выполнять. Юрий Александрович, опять меня забыли. Что мне, и в тылу теперь летать нельзя? Шугайев. Я. Пятую. Есть. А это-то… Лови. Лёнь, ну ты с газом-то поаккуратней. Ну опять мотор сожжёшь. И наше сердце… За приём спасибо. За сопровождение. Бог даст, пронесёт на обратном пути. В группе сопровождения наш лучший пилот. Так что вы в полной безопасности. Ага. Счастливо. Вадивасов? Я. Чтоб доставили как разного. Понял? Понял. Сделаем. Бордо. Я. Пойдёшь первым. Взлетай. Понял. Взлетай. Давай, помогай. Давай. Всё, всё, всё. Я сам, сам. Ты посмотри, в песке всё, а. Трубопровод забит, двигатель в песке. Похоже, у немцев господство не только в воздухе. Откуда это? Ночную смену. Караульных ко мне. Все машины проверить. Механика под арест. До выяснения. Есть. Да как же это? Пошли. Лёнь, давай помогу. Ничего не понимаю. Проверь себе баки и бензопровод. Чёрт. Что значит не видели ничего? Песок в машину сам по себе попал, что ли? Никак нет, товарищ капитан. Может кто-то из местных крутился у самолётов? Ну как, местные мимо ходят, но мы их к лётному полю строго не подпускаем. Строго? Ты у меня лично ответишь. Ты у меня под трибунал пойдёшь. Я тебя своими руками, показатели перед всем строем расстреляй за измену Родине. Паш, 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 спокойно, спокойно. Береги нервы. И свои, и чужие. А вас, ребятки, для начала под арест. Что-то вы этой ночью явно не доглядели. Посидите, повспоминайте. Увести. Есть. Направо. Шагом марш. Мне вот что интересно. А почему только Шугаевский самолёт? Может, к остальным подобраться не успели? Возможно. Только к раннему подобраться легче. А Шугаевский стоял в середине. А механик? Ему и подбираться не надо. Сыпать не хочу. Да что, он самоубийца? Даже если он был бы вредителем, он бы свой самолет не насыпал. Надо местных допросить. Что? Разрешите выполнять? Давай, давай. Есть. Может, кто-то видел, слышал. А может, вообще, не без их помощи. Ну, иди, иди. Не мешай человеку. Угу. Чем таким вкусным пахнет? Погибный джимок. Кто тебе такое сказал? Мужики в деревне. Мужики, знаешь, у нас учили с выключенным мотором садиться? А? А? Еще выходной дали. Так что, хозяйка, мечи на стол. Так, ты голодная? Ну, так пойдем. Сейчас приду. Ну, давай скорей. Лёнь, так от чего все-таки заглох-то? Ах, оказывается, снаряд тетраликона попал точно в воздухозаборник. Вот, осколки в сторону ушли, но мотор успел всосать газы от взрыва. Вот. И задохнулся. Но винт от встречного потока крутится, он прогнал газы через цилиндры и мотор снова заработал. Прошло несколько секунд, но попрощаться с жизнью я успел. Да, Ленька, в рубахе ты родился. Да. Чем бы заняться, да? Может, футбол? Отец, а у тебя седло есть? Ну, есть. А тебе че? Так это, прокатиться хотел? Да? Да. Можно? Давай-давай, только посторожнее. Мой Яник чужих не любит. Так я не чужой, я свой. Чувой. Лень, я, а ты на лошади-то хоть раз сидел? А ты спрашиваешь, у меня фрадед бабушки в подцовской линии цыганом был. Свой табун держал. А бабушка у тебя шамаханская царица? Ну, она красавицей была, да. Вот, родимая. Давай-давай-давай. Не бойся вы, Яник, не бойся. Привет. Привет, привет. Гляди-ка, наше-то развлечение нашли. Тихо-тихо-тихо. Что, скачка затеяли? А? Ага. Дважды цыган Советского Союза. Леня. Да. Может, ты все-таки парашют наденешь? Не боись. Самолетами управляю, значит, с конем справлюсь. А, ну давай. На сцене? Джигит Шугаев. Пошла-пошла. Оп. Оп. Браво, браво. Браво. Сюда-сюда. Пошла. Стоять. Смертельный номер. Пап. Ну-ка дай, старше попробуйте. Есть. От винта. Крафт, что сказать. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Сейчас, сейчас. Ой. Тихо-тихо. Держи. Ой, мамочка. Ты чего, Люсь? Очень нехорошо мне. Что такое? Да мне целый день нехорошо. Так иди к врачу. Чего ты ждешь? Чтоб как Лариса скрутила. Да нет, меня просто тошнит. Наверное, съела что-то не то. Так, побороть себя надо просто. Ага. Ой. Взяли. Ага. Давай. Давай. Вниз. Что опять? Давай. Вот заладил, а. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант. Чего это ты вдруг в немилость пал? Да сам не знаю. Поцеловал. Попытался. Иди сюда, Казанова. Я прям вижу, как ты к ней строевым шагом. Руки трясутся, глаза бешеные. Так? Я не видел со стороны. Щекку сорвал и ура на амбразуру. Борь, к девушкам другой подход нужен. Нежный. Как, как к мимозе. В разговоре невзначай какая луна сегодня, глаза какие красивые, бездонные, пропал, утонул. Жить не могу. Понял? Понял. Ну, все тогда, чего сидишь? Иди действуй. Про тоску свою расскажи. Ну, я пошел. Иди. И главное, Боря, это проникновенно все. Ленька. Я. А вот как ты проникновенно, а? Это, Боря, когда слова ты ей в душу вкладываешь, а не бубнишь, как устав вооруженных сил. Иди действуй. Нет. Уж пусть она сначала посмотрит на меня по-нормальному, а не как на врага народа. А потом я буду действовать. Поникновенно. Егор, ну-ка, подойди. Видишь, звездочка? Сколько сбил, столько и звезд. Понял? Держи, для тебя старался. Иди. Все, свободен. Угу. Вот еще одна бука, а. Что за народ кругом? Уйду от вас. Ей-богу, уйду. Так, что у нас тут? Чешки. Дед, шоколад тебе оставили. Угощайся. Да? Ух ты. Спасибо. Сынок. Спасибо. Хорошо. К Bit numéro 1. Ужнятие. Картос. Уидь случай. Да? КОНЕЦ Я Борто. Слева четыре мессера, как... КОНЕЦ В общем, нет силы! Роща, я БЕС! Разрешите посадку! Роща, я БЕС! Разрешите посадку! Посадку разрешаю! Включить полосу! Роща, разрешите посадку! Гаси! Выключить полосу! Товарищ подполковник! Остальные где? Вышли из боя в разные стороны. Палкин погиб, Маслова подбили. Уверен? Так точно! Показать сможешь? Да. Так. Примерно в этом квадрате. Роща, я Лиса! Разрешите посадку! Разрешите посадку! Посадку разрешаю! Включай! Включить полосу! Все, разговоры отставить. Лёнь, ты хоть ремень сними курицу! Сними курицу! Маг. Тихо ты! Тихо ты! Свери в нем разбудишь! Тихо ты! Нас синовали! Тихо! Тома тихо! А я хочу, как в песне. Человек проходит, как хозяин необъятной родины своей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стреляй! Чего ты ждешь? Ты теряешь свое лицо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Раз! Два! Три! Четыре! Иди! Черт! Как больно! Три! 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 А? Это его? Это его? А, да. Яроща, яроща, ответьте. Яроща, яроща, ответьте. – Разрешите? – Самсонов? – Я. – Выйди, покури. Есть. Проходи, садись. Вот. В подполе прятал вражина. Ну, и что, это все доказательства? А какие еще доказательства нужны? Вальтер, знаете откуда? Сынок полицея оставил, когда с немцами ушел. До этого деда вся деревня ненавидит. Когда фашисты были, он на всех как на грязь смотрел. Все равно разобраться надо. Да, уже разобрались. Часа вы его видели, когда он рано утром вокруг аэродрома ошивался. Он это, Виктор Степанович. Да он и не отрицает. Ладно, Паш. Свободен, иди. Есть. Борька! Борька, живой! Ах, черняка! Живой! Ну, ну, вы же тебя уже по корону выбили! Живой! Ваде позвонили, спасибо, ребята! Потом Ваде позвонили, сказали, нашли тебя, что едешь к нам, все в порядке. Вес рассказывал, вместе за тобой был? Ну, был дед спол, я же теперь делаю. Все, надо Ваде рассказать, что ты приехал. Я пойду переоденусь только. На твою смотреть страшно было, переживала. Ну, Лидка-то! Вернулся! Вернулся! ИНТРИГУЮЩА